Всем добрый день. Сегодня мы находимся в Тюмени вместе с Эльмирой. Эта замечательная девушка одновременно является топ-риэлтором в Казани и одним из топ-риэлторов по всей нашей большой сети. Мы сейчас поэтому вместе с ней пообщаемся, пообсуждаем вопросы. Я спрошу, как у ней получается добиться такого большого успеха и, наверное, вообще почему повод встретиться, потому что она установила рекорд выручки в России за месяц для одного риэлтора. Больше 5 миллионов. В июле. Причем не в июне, я как всегда шучу, в июне не считается, а именно в июле. Эльмира, ну, во-первых, добрый день. Добрый день, Ильдай Борисович. Расскажи, пожалуйста, как вообще в Казани рынок недвижимости? Давай вот так начнем. С рынком недвижимости в Казани отлично. На сегодняшний день мы занимаем 15% доли от всего рынка города Казани. На самом деле, в связи с последними событиями, которые произошли в июне, в июле завершилась господдержка. Ограничились лимиты по семейной ипотеке, IT-ипотеке, в каких-то банках вообще завершились у нас лимиты. Несмотря на это, прирост произошел по сравнению с предыдущим годом на 30%. Это действительно радует. И это говорит о том, что Казань на сегодняшний день имеет высокий потенциал туристический и инвестиционный. Многие приезжают в Казань не только навестить наш город, но и остаться в нем. Недавно я прошлась по улице Баумана. Красивая улица, пешеходная, да? Да, пешеходная улица Баумана. Более 15 туристов ответили мне, что они хотели бы остаться в городе Казани навсегда, так как планируют, что их дети поступят также в наш город. То есть, несмотря на это, Казань действительно очень хорошо развивается и проходит очень много различных мероприятий. Скоро у нас планируется в октябре саммит Брикс, что тоже очень радует. Будет очень высокий поток туристов. Несмотря на то, что льготные программы, семейная ипотека, IT-ипотека, все это ограничено, но наши застройщики нашего города предоставляют очень много рассрочек. Их на сегодняшний день более пяти видов. Можно купить квартиру, не имея первоначального взноса. Можно с 5% первоначального взноса. То есть, понимаете, это очень высокая возможность купить квартиру на сегодняшний день в городе Казани. Да, в среднем цена за квадратный метр, конечно, у нас высокая, в зависимости от района, в зависимости от расположения. Но возможностей очень много. Город наш прекрасный. Ты говоришь прям, не останови, что называется. Давай все-таки тогда про риелторский бизнес. Как давно в профессии? Как приняло решение стать риелтором? И как первые, может быть, месяцы проходили? Какие сомнения были? В 2021 году в марте я пришла в этажи Казань. Здесь я работаю уже 3,5 года. До этого я работала на госслужбе. 15 лет, очень большой опыт работы. Первые 3 месяца... А если не секрет, какой это опыт? Опыт. В 12 лет я поработала в Росреестре, работала с документами. Да, это мне очень помогло. И уже последние 3 года я работала в Министерстве промышленности и торговой республики Тарстан. Вела такие крупные проекты, которые прошел также в Казани, в WorldSkills. Первые 3 месяца у меня не было ни одной сделки. Я понимала, что нужно идти вперед, не останавливаться. Ильдар Борисович, у меня даже не было денег на рекламу. Представляете? Даже так. 3 месяца я была абсолютно без денег. Знаешь, я просто вспоминаю о некоторых других топовых риэлторов. Все рассказывают примерно подобные истории. Что было настолько тяжело, не получалось. В какой-то момент казалось, что все уже закончилось. И потом вот такой суперзвездность через буквально 2-3 года. Каждый день я совершала по 40 звонков в день. Я не отступала. И буквально после 2 месяцев моей работы в компании «Этажи» я начала получать очень много звонков, заявок. Я понимала, что, Эльмира, вот-вот сейчас все получится. Конечно, хочу поблагодарить нашу компанию. Очень много ресурсов. Я прошла крутое обучение. Очень много своих внутренних сервисов, которые также мне помогли. После 3 месяцев я выхожу на рекордную сделку. Я продаю 12 студий за 3 месяца. Это одна сделка была, да? Это был один клиент. Он пришел ко мне для того, чтобы продать в одной квартире 6 студий и в другой квартире 6 студий. Для понимания, это были разные клиенты. То есть это была долевая квартира, но я ее продала как одну целую. То есть мне пришлось найти 6 покупателей на один объект, 6 покупателей на другой объект. Было более 80 показов. Я ездила в день по 3-4 раза. Но я понимала, Эльмира, не нужно задаваться, нужно идти вперед к своей цели. И вот, представляете, это вообще, эта сделка была впервые в истории нашей компании, даже в истории нашего города. Как мне потом уже объявил сам инвестор, что за эту сделку не брался ни один риэлтор нашего города. И я провела эту сделку, закрыв 12 сделок через 3 месяца. Но после этого я понимаю, что все, профессия – это моя, мне нужно идти вперед. Действительно, нужно помогать людям. Вообще, я на самом деле специализировалась в первое время на сложных сделках. Более 50 объектов я продала с детскими долями. Все мы понимаем, что это очень сложный процесс, и сделка ни одного месяца даже бывает. И для себя я решила, что я буду таким риэлтором, который будет продавать абсолютно все. Бралась за любые сделки. То есть вот это мне очень помогало. Эльмира, а вот такой вопрос. Ваш распорядок дня? Примерный? Самое главное для меня, конечно, это мой тайминг. Мое рабочее утро начинается с 8 утра. Я планирую свой день очень четко, записываю все, что у меня есть. Все-таки планирование есть? Ну, конечно, конечно. То есть, ну, все пункты. Раньше, когда я пришла в эту профессию, было очень сложно планировать. Но сейчас я научилась. Я понимаю, что до обеда я должна съесть большую лягушку, сделать много больших дел. Но после того, как уже после обеда я принимаю, что у меня встреча с клиентами, какие-то показы. То есть я распределяю день по нагрузке до 12. Это сложные дела. После 12 это уже таки, ну, больше на лайте, где я могу уже встречаться с клиентами, да, брать в работу объект. Кстати, на сегодняшний день я, наверное, не постесняюсь этого. Я до сих пор хожу клиентом на объекты. Я беру в работу новый объект. А что вы там стеснительны? Это вообще нормально. Вы знаете, иногда я слышу тоже от коллег, что в течение какого-то времени уже происходит какое-то внутреннее, видимо, выгорание, что уже понимают, что вот идут рекомендации, дополнительные лиды. Вот я считаю, что риэлтор всегда должен также встречаться с клиентами и брать в работу новые объекты. А я, Эмир, даже добавлю, надо всегда из зоны комфортно-то выходить. И только ты туда подзалазишь, надо сразу же бежать оттуда. То есть нужно всегда себя немножко в стрессе легком держать какой-то процент. Это уже легче, когда фундамент есть. Это, наоборот, уже даже приятно. Просто иногда... Барьер переступает. Ну, конечно, это же каждый день вызов, это нормально. Хорошо, тут понял. Многие, я уверен, кто вот сейчас слушает, интересно, как дела с инвестициями в рекламу? Как, что предпочитаете? Какие каналы? Ведете ли в соцсети, да? Есть ли у вас помощники? Как вообще дела примерно с конверсией? То есть какой процент клиентов там в итоге обслуживаете? То есть вот примерно можно весь этот блок вопросов осветить? Я очень активно веду соцсети. На сегодняшний день у меня более 8 тысяч подписчиков. Это запрещенность соцсети, да? Да, но я транслирую сейчас в WhatsApp, в Telegram. Сейчас же очень много возможностей в ВКонтакте. У меня целая команда по маркетингу. Я очень активно развиваю социальные сети. Снимаю рилсы, делаю каждый день сторисы. Мне это очень помогает транслировать мою работу. Для меня это очень важно. Так как на сегодняшний день очень важен личный бренд. И я понимаю, что личный бренд – это для риэлтора сегодня все. Мы должны транслировать, рассказывать сложные сделки, легкие сделки, какие-то инвестиционные проекты. Что касается моих помощников, да, у меня был опыт работы с помощником. Не скрываю это, но буквально с марта я пока работаю без помощника. Даже так? Даже так. То есть вот эти все рекорды – это вы одна? Да, да. То есть на сегодняшний день даже это меня, знаете, укрепило, усилило. То есть я понимаю, что каждый звонок, каждая переписка – это все делаю я. Поэтому я думаю, что я все-таки продолжу свои поиски. Потому что я понимаю, что мне нужно расширяться, это очень сложно. Я никогда не выгораю, но думаю, что без помощников все-таки такое может быть. Ну, то есть помощник скоро опять появится? Появится. Я думаю, что не один. Ну, слава богу. Если кто-то хочет приехать в Казань, приезжайте, я вас обучу. И будьте моими помощниками, далее риэлторами. Все хорошо. Вы видите, все зазывает. А вот все-таки еще вопрос у меня был касаемо рекламы. Не только личного пиара. Вот, допустим, как там, на агрегаторы выгружаетесь ли? Есть ли какие-то секреты? Какой примерно процент из тех объектов, что берете, но в итоге сделка не заканчивается? Можно так что-то в любой профессии? На сегодняшний день у меня более 50 объектов в базе. Все они эксклюзивные. Все-таки в какой-то период времени я поняла, что хочу работать на результат, на качество. У меня раньше было более 150 объектов. Они были эксклюзивные, не эксклюзивные. Просто в Казани у нас, знаете, очень высокая конкуренция, поэтому работать на эксклюзиве очень сложно. Ты должен несколько раз встретиться с клиентом для того, чтобы взять уже эксклюзивную объект на работу. Что касаемо моей рекламы, да, у меня уходит... Можно я переверну? Правильно я понимаю, что у вас сейчас в основном все объекты эксклюзивные? У меня да. Да. То есть, а вы как с клиентами? Условия ставите или как? Нет, я не ставлю условия, я всегда даю выбор, однозначно. Но когда ко мне приходит клиент, я уже устанавливаю такие какие-то правила между нами, работы, да, что, в принципе, клиенты со мной соглашаются работать на эксклюзиве. Они мне доверяют, верят, ведь для меня самая главная честность. То есть, когда я усиливаю рекламу, да, вот как вы говорите по поводу рекламы, тоже я очень много вкладываюсь в объект. Это более 10 сайтов на сегодняшний день, да. Но это не только сайты, ведь собственник сам может выложить на авито и продавать свой объект. Нет, конечно, это у меня дополнительные ресурсы. Это телеграм-канал, это инстаграм, что тоже на сегодняшний день конверсии есть. Ну, примерно, в основном, конечно, по новостройкам обращаются, но, вы знаете, это как вот мы знаем Эльмиру, она рекламирует объекты и меня рекомендует. То есть, благодаря тому, что я, так скажем, качаю свой личный бренд, да, и работаю в такой крупной компании, даже и в Казани, это вызывает очень высокое доверие мне, в том числе и моей компании. Поэтому я считаю, что они очень быстро соглашаются. Буквально за одну встречу я закрываю клиент. Хорошо. Дальше. Вот касаемо навыков очень успешного риэлтора, какие это навыки? Вот вы же сами чувствуете, что помогает вам в работе? Можете так вот перечислить? Хотя, я уверен, ты уже посмотрел и так, видит все, да, все на поверхности. Но вот то, что скрыто за, может быть, прямым видом, да, то есть, что вот внутри вас делает вас такой сильный профессионалом таким? Ну, в первую очередь мы говорили, да, об этом Эльдар Борисович, это тайминг. Очень важно дисциплина, тайминг. Второе, наверное, для меня это честность. Когда ко мне приходит клиент, мне нечего от него скрывать. Я говорю, как есть. Я, допустим, говорю, Иван Петрович, вы знаете, что этот объект мы с вами не продадим за 16 миллионов. Вот аудит цены и начинаю объяснять клиенту. Это важно очень. Мы не должны ни в коем случае обманывать клиентов, что мы вам это продадим, да, потом уже разочарование, поэтому для меня это честность. А третье, наверное, для меня самое важное, это я никогда не делю клиентов на сегменты. На сегодняшний день я продаю от гостинок до элитной дорогой недвижимости. Поступает ко мне очень много объектов также. Гостинок можно перебью, это маленькие квартиры, да? Да, это такие смарт-квартиры. Смарт-квартиры, да, смарт-квартиры. И я считаю, что, вы знаете, Эльдар Борисович, наша профессия, и я понимаю, что она как профессия врача. Мы не можем оставить пациента, мы не можем оставить клиента, да, в его беде. Даже вот небольшой кейс расскажу. Был у меня такой кейс, когда женщина обратилась ко мне с большими долгами. Нужно было продать и что-то купить, закрыть долги. Я ей помогла. Также многие не брались за ее объект. Вот поэтому для меня это очень важно, работать с любым объектом. Ведь риэлтор – это универсал. И ни в коем случае он не должен оставлять клиента. Всегда попытаться помочь. И, наверное, также еще важные качества во мне – это деньги не ради денег. Когда я вливаюсь в сделку, для меня очень важно сделать хорошо свою работу. Вот честно вам скажу, я даже не думаю о комиссии, какая там будет сумма. Есть определенный договор, да, по которому я получу вознаграждение. Для меня комиссия, вы знаете, это как вот аплодисменты клиента. Вот когда я проведу свою сделку, он мне сам приходит и говорит, «Ильмира, возьмите, пожалуйста». Даже, знаете, куча-то иначе приносит. Вот в таких моментах дополнительно меня хотят вознаградить. Но я в эти моменты говорю, нет, все пополам с этажами. Ну, то есть, понимаете, честность во всем. С клиентами, с самим собой. Вот поэтому, наверное, вот эти качества, они делают меня сильными и дают мне такой высокий успех. Сто процентов эта энергетика чувствуется. Но вот такой вопрос. Вы богатый человек, да, ну, по меркам России, я считаю, точно. То есть, если человек-то миллионы в месяц зарабатывает, это точно уже, наверное, можно к богатым отнести. Как-то деньги вас поменяли, нет? Нет, торопаюсь. Нет, конечно. А что они изменили тогда, давайте так? Вы знаете, один мне человек сказал, что деньги меняют людей. Я с этим согласна в чем-то, да, но я бы поправила. Деньги раскрывают качество человека. Вот если, допустим, во мне были какие-то качества менее такие, да, активные, сейчас они во мне бурлят, кипят. Я очень, знаете, вот отношусь к такой категории лиц, когда хочу вот помочь. Даже сейчас у меня есть детский дом, которому я помогаю. У меня есть родители, которым я помогаю, да, на сегодняшний день помогла купить квартиру. То есть, понимаете, вот эти моменты, они меня, вот эти качества мои, вернее, они меня еще, эти качества во мне увеличились. Вот, то есть нет, ни в коем случае. Я считаю, что если деньги меняют человека, ну, просто эти качества в нем не были, понимаете? Как-то повлияли на него отрицатели. Хорошо. Что думаете вообще о рынке? Сейчас ведь тяжело, откровенно, да? И ваши вот такие личные прогнозы, как профессионалы, там, на ближайшее время, по рынку недвижимости. Я уверен, всем интересно будет послушать. Ну, на самом деле я не вижу ничего критичного. Если правильно подходить к любому делу, можно из любой ситуации вынести какие-то плюсы. Я считаю, для риэлторов в данной ситуации это, наоборот, шаг вперед. Мы должны больше работать с клиентами, больше уделять внимание, да, работать с ценой. Что касаемо наших клиентов, да, как им сейчас, куда идти, куда двигаться, конечно, работать с профессионалами. Ведь профессионал подскажет, что сейчас можно не брать ипотеку, да, вот у нас в Казани есть такая акция, а взять рассрочку, например, от застройщиков в строящемся доме, что сэкономит, во-первых, деньги клиента, во-вторых, клиент не будет платить таких высоких процентов. Но мои прогнозы, я думаю, все-таки в конце этого года или в начале следующего будет какой-то светском цитуннеле. Но главное не останавливаться, главное идти вперед, да, и моим коллегам тоже. Всегда держать руку на пульсе. Но вы знаете, у меня вот сейчас такой принцип, клиентам, которые не нужно продавать, я говорю, давайте отложим. То есть, понимаете, не для того, чтобы продать, а для того, чтобы продать, а я их даже отговариваю иногда, да, или давайте возьмем пока квартиру в рассрочку, ваша квартира пока продается в течение года, например, да, или ипотека 1 рубль, вы не платите проценты банку, а в течение полгода мы можем продать спокойно вашу квартиру, когда уже, ну, ставка стабилизируется. Хорошо. Ну, такой вопрос, я уверен, он всем интересен. Как вообще дела в личной жизни? Какие хобби? Ну, что, может, дополнительно хотите рассказать о себе? Потому что, что считаете нужно? Ну, вы знаете, о личной жизни у меня все прекрасно хватает и на личную жизнь, и на профессиональную. Могу одно сказать, что на сегодняшний день я, ну, люблю свою работу настолько, что у меня нет какого-то такого ограничения, да, личное и профессиональное. Очень люблю бегать по 10-15 километров. Конечно, с такой нагрузкой по работе очень сложно уделять все время, да, таким дистанциям, но мы же спортсмены, вот, и... А если не секрет, 10 километров в каком темпе примерно? Ну, 10. А, ну, 10 минут в километре, да. Ну, 10 минут. Нормально? Нормально, средний. Нормально, да, да. Вы знаете, я в последнее время очень люблю природу. Вот, я уезжаю раз, допустим, в неделю или две недели раз в лес. Вы знаете, это очень меня вдохновляет, наполняет меня ресурсами. И там я действительно понимаю, что насколько вот идет у меня внутренний обмен. То есть я люблю тишину, спокойствие, поговорить с собой, да, построить какие-то планы для себя. Вот. А также люблю читать из последних моих книг, которые я прочитала. Это Михаил Абковский, «Хочу и буду». Действительно, вот в таких книгах понимаешь, насколько нужно ценить жизнь, любить ее, да. Вот. И, конечно, уделяю время обучению. На сегодняшний день я прошла более 20 курсов у Яны Гусевой. Это отличный бизнес-тренер, которому я, Ильдар Борисович, очень благодарна. Ее знакомство у меня было также с этажами. Она приехала первый раз с нами в этажи. Вот. Потрачена очень достаточно хорошая сумма. Можно сказать, один мой заработок рекорда, да. Но я понимаю, что это инвестиция в мое будущее, в мои знания. Поэтому я считаю, что нужно обучаться не только отдыхать, да, но и обучаться тоже. Вот дальше у меня вопрос такой насчет вот компании-этажи. Вы партнер компании, получается, да, в профессии. То есть, вот какие ключевые ценности у этажей, на ваш взгляд, которые, ну, вот, вы считаете, вам реально помогают в работе? Давайте так. Ну, только вот не там обычными хорошими словами, но как реально, как есть. В чем вот, как вы видите, как топовые риелтор-сети, вот преимущество именно системы этажей. Я очень уважаю наших директоров, Марата Ильясовича, Максима Юрьевича, действительно, ему очень большое спасибо. Вы знаете, когда я пришла в компанию, я почувствовала, что там есть что-то такое, что есть у меня. То есть, там не деньги ради денег. Для компании-этажи, нашей компании, это важна миссия, помогать людям. И когда даже вот бывают какие-то вопросы, да, там заходишь, спрашиваешь по поводу комиссии каких-то, да, то есть, компания не нацелена, чтобы какие-то там комиссии большие заработать, да, а именно вот, чтобы были довольны клиенты. Вот это очень важная ценность, за это я люблю этажи, этажи Казань, за то, что у нас вот эти вот ценности, да, очень высокие ценности нашей компании, наших директоров. И вот если бы я работала на другой компании, да, где более высокие чеки, наверное, мне было бы некомфортно. И я очень рада, что я вот нашла свою компанию, где мои ценности совпадают с ценностями нашей компании. Это очень важно. Спасибо. За это я люблю этажи. Спасибо. Это жизнь. Ну, это, по крайней мере, правильный ответ. А мы-то думали, что надо эти сервисы разрабатывать, там, с банками активно работать. А, нет, это отдельно, да, конечно. Конечно, если сказать, что касаемо про сервисы, мы сейчас про ценности говорим. Ну, да, ну, в целом я про все. Да, про сервисы у меня есть что сказать. Действительно, у нас очень классные электронные сервисы. Я провожу с клиентами сделку за один час. На следующий день мой клиент уже собственник данной квартиры. Также у нас очень хорошие ипотечные, очень классные ипотечные брокеры. За один час меня одобряют клиентов. Также Юра-отдел готовит договора за 15 минут. То есть у нас очень сильная команда. Я благодарю нашу компанию за такие крутые сервисы. Ведь все мы понимаем, что результат, один человек не может сделать результат. Понимаете? Это труд всей компании. Так, кто вот смотрит, думает, ну, так красиво все рассказывает. Какие, на ваш взгляд, есть минусы в риелторской профессии и в нашей компании? Вы знаете, интересный вопрос. У тебя такое ощущение, что в ответ у себя какие-то. Нет, нет, я говорю очень низ. Я не сомневаюсь, но может возникнуть впечатление, что, ну, вообще там все хорошо, но это же так не бывает. Минусы нашего бизнеса, знаете, в чем? Я думаю, что нет времени раздумывать. Для меня, вот как для опытного риелтора, я понимаю, что время – это деньги наших клиентов. Если мы будем много думать, то мы потеряем не только клиента, но и клиент потеряет свои деньги. Это очень важно. Что касается минусов, ну, вы знаете, вот мне компания очень помогает, на самом деле, на сегодняшний день. Да, я могу всегда сказать, что я приду, это вот как мои родители, которые выслушают меня, которые дадут какие-то советы, причем мудрые советы. И из минусов, ну, я честно, я не вижу минусов в компании. Ну, хорошо. Да, я боюсь, честно. Ну, слушайте, ну, это перебор, что называется. Ну, есть же минусы, много же их. То-то, все у нас иногда не то бывает, что называется. Ну, смотрите, минусы ведь… Ну, мне ваш подход нравится, правильно? Каждый человек ведь, смотрите, вот есть лужи, да, кто-то видит звезды, а кто-то грязь. И я считаю, что в любой ситуации, даже когда она для меня кажется минусовой, да, я говорю, Эльмира, это твой рост, ты должна идти вперед. Я такой человек, вы знаете, я даже люблю иногда трудности, для меня они меня подстегивают, понимаете? Хорошо, такой я хотел вопрос задать. Вот не кажется ли вам, что цены большие на недвижимость? В Казани? Ну, и в целом в России. Или в Казани, давайте про Казань поговорим, ну, или нет. Или как вы вот к этому относитесь, что сейчас такая дорогая ипотека, да, ну, объективно, такие высокие цены. Не чувствуете ли, что люди иногда, ну, вот прям, может быть, это тяжело для них? Или вот так не считаете? Ну, Эльдар Борисович, да, ну, Казань вообще входит в топ-5 городов России, да, на сегодняшний день полтора миллиона населения, это официально. Если говорить про высшие учебные заведения, их действительно очень много, и они все крутые, с хорошими, так скажем, преподавательским составом. Поэтому в Казань приезжают, как я уже говорила, не только город посмотреть, но и здесь остаться. Поэтому я считаю, что для такого города цены у нас, ну, как уже в Москве, да, да, может быть, они и высокие, но для уровней жизни они у нас сейчас, я считаю, что средние. Если, у нас же разные районы есть, есть где 180 тысяч за квадрат, есть и 150, и есть 250, 300 и 400, да, есть и центр города, где уже 400 тысяч за квадрат. Но это же говорит о том, что о локации города, то есть наш город дает возможность клиентам выбирать локацию, да, ну, по возможности, так скажем, приобретать недвижимость. Вот, что касается этой ситуации с составкой, это, конечно, очень тяжело на самом деле, и сказывается на работе с клиентами, да, очень много клиентов ушли в аренду, да, даже вот у меня из моей практики из 10 клиентов опять сказали, Эльмир, давайте мы сейчас поснимаем пока годик, да, а нам это будет дешевле, чем влезать в кабалу на 30 лет. Я с ними согласна. Вот, но, вы знаете, у нас вот, так скажем, застройщики, банки приспосабливаются к этой ситуации. Застройщики дают классные акции. Какая, кстати, максимальная рассрочка у вас сейчас? Максимальная рассрочка, вот на сегодняшний день у нас есть рассрочка 15% первоначального взноса, до 26-го года по 30 тысяч. Ну, то есть на 3 года? Ну, на 3 года, да. На 3 года. Просто уже появились застройщики по России где 5 лет? Ну, пока в Казани это не практикуется, к сожалению. Да, то есть 3 пока, ну, просто вот туда уже есть конкуренция. Да, да, да. Ну, это не плохо. Банки предоставляют различные акции, также купи ставку. Также, допустим, в Альфа-банке есть сейчас такая интересная программа, полгода по 10 тысяч. Тоже интересно. То есть для тех клиентов, кому нужно купить квартиру, время поджимает. Зачем тянуть? Опять-таки приходим к тому, что нужно обращаться к профессионалу, который поможет в любом вопросе. Спасибо. Так, движемся ближе к концу нашей встречи. Еще два вопроса хотел задать. Первый вопрос. Ну, допустим, свои деньги куда инвестируете? Можете примерно пропорцию рассказать? Я уверен, что вы инвестор сами по себе тоже. Да, но... Куда вот, как распределяете? Примерно, ну, хотя бы в процентах. Сейчас я также купила квартиру в бизнес-классе, да, какую-то часть внесла, какую-то пока оставила. На самом деле, первостепенная моя задача была помочь моей семье, да, то есть весь бюджет, все свои деньги я пока вложила в семью, помогла родителям купить квартиру. А, конечно, не забыла о себе, да, то есть я закрыла свои базовые потребности, вот, но на днях я также вложилась вот под эти акции застройщиков, да, в бизнес-класс для сдачи в аренду. Еще больше вложили, тоже нормально, молодцы. Вот, я считаю, что на сегодняшний день надо действительно вкладываться и подходить к этому с умом, да, ведь в любом случае, ну, цены падать не будут в Казани, это я вам могу сказать однозначно. Даже по сравнению с другими городами у нас снижение произошло только на 5%. В Казани не особо хотят снижать цены наши собственники. Ну, 5% это уже неплохо. Ну, неплохо, но немного. Что называется, это уже показать. Хорошо. Заключительный вопрос, вот, на ваш субъективный взгляд, все-таки клиент, обращаясь за риелторской услугой, покупатель, да, что он в первую очередь ожидает на сегодня? Вот, ваши клиенты, что он ожидает, вы же это чувствуете как никто. Я уверен, всем будет интересно. Но, что касаемо моих клиентов, когда ко мне приходят клиенты, я вижу, что в их глазах бывает, Эльмира, помоги нам, да, выгодно купить, какой-то дельный совет. Даже бывают такие моменты, когда ко мне приходит клиент, и он уходит, и мы откладываем покупку. Потому что я понимаю, что сейчас ему не время, да, допустим, вторичку. Он не хочет рассматривать новостройку там, да, или загородную недвижимость. Но я понимаю, что сейчас покупать вторичку не время. И мы откладываем покупку. То есть я считаю, что самое важное сейчас клиентам дать правильный совет. Нет, ведь не дай бог попасть на деньги, понимаете, на эту кабалу, которую там мы посчитали с клиентами, более 12 миллионов переплата за однокомнатную хрущевку в Казани, понимаете. Как я могу потом смотреть в глаза моим клиентам, да, которые купили вот такую квартиру. Поэтому важно, я думаю, что нашим коллегам, да, по всей сети, кто смотрит на меня, это дать правильный совет. Не для того, чтобы сейчас заработать в моменте, это клиент потом придет к вам, и он будет благодарен, что мы дали правильный совет. Но бывают клиенты, для которых уже пора купить, да, вот у него есть какой-то кэш, и нужно купить квартиру новостройки, которая через год подорожает. Конечно, я предлагаю данный вариант. Ну, наверное, вы сейчас про коллег сказали, я вспомнил, еще хотел вопрос задать. Я не сомневаюсь, что вы со всеми дружите, у вас очень хорошая коммуникация со всеми. Можете вот рассказать про взаимоотношения с коллегами немного? Как совместные сделки проводите, да? Я уверен, у вас еще такой результат, потому что, ну, вы прекрасно с ними взаимодействуете. Есть ли какие-то секреты? Да, Эльдар Борисович, вы действительно правы. Я считаю, что коммуникация очень важна для реектора. Не только с клиентами, но и со своими коллегами. Для меня коллеги — это как мои клиенты. Я очень уважаю своих коллег в компании, даже из других агентств. Да, я дружу со всеми. Каждую сделку я провожу, знаете, вот на одном дыхании. Если приходит новичок, я понимаю, что нужно помочь, и я помогаю. Вот. И для меня главное, чтобы наши взаимоотношения были качественными, для того, чтобы качественно провести сделку. И поэтому я к коллегам отношусь всегда уважительно, хорошо, да, где-то даю какие-то даже рекомендации. Учусь еще сама. Вы знаете, я люблю таких моих коллег, да, постарше, лет 55 приходит, например, Мария Петровна, да. И я вот так смотрю на нее, и я у нее учусь. И в этом ничего нет плохого, понимаете. Она меня также улучшит каким-то своим фишкам. То есть как вот впитывать нужно друг у друга знания, я считаю. Вот тогда будет совместный успех. Спасибо. Я знаю, что 5 октября вы также будете в Москве на нашем мероприятии, да, там в одной из номинаций попали в число лучших. С удовольствием там со сцены потом награжу вас. Ну, во-первых, хочется сказать спасибо за такое отношение к бизнесу, клиентам, компании. Я думаю, поэтому и успех. Во-вторых, хочется пожелать дальнейших успехов, чтобы вот все эти балансы, я чувствую, что они соблюдаются, да, чтобы они также соблюдались. Ну, и третье, конечно, чтобы это «Живка», «Заня» процветали, развивались. Ну, когда такие таланты туда приходят, там чувствуют свою ценность, мне кажется, это неизбежно. Вот поэтому спасибо большое. Спасибо вам большое. Все, благодарю.